приветствует свершилось теперь вы узнаете все 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 про пенсии в украине сейчас вам покажу цифры факты еще раз цифры еще раз факты но после это когда вы будете обсуждать что нужно делать в украине какая будет ваша пенсия какие на пенсионные реформы сразу раз-раз-раз и все политики просто так вот опадут проблема всех наших политиков они когда трендят вам про пенсии трендят по-другому сказать нельзя они когда не называют цифры факты они такое глупости причем не имеет значения те политики которые по власти которым оппозиции которые они такое ахинею несут что просто слушаешь господи взрослые люди но вы теперь будьте умные подготовлены и будете все знать итак смотрим на цифры факты вот это настоящая пенсия это вот сайта пенсионного фонда ну смотрите есть оперативные данные за 2020 практически не сильно будет отличаться вот окончательно здесь выдавки то сколько как бы потратил пенсионный фонд на выплату пенсии как видите общие расходы пенсионного фонда за 2020 вот составили 479 миллиардов гривен еще раз повторяю 479 миллиардов гривен с какой-то эксперт или политик потом рассказывать про пенсию спросите какие расходы пенсионного фонда он не скажет мультиплют его в лицо потому что это вот это глупость когда человек рассказывает как надо реформировать пенсионный фонда он даже не знает азов сумма грамма полтриллиона полтриллиона здесь видите здесь отдельно выделили вот это три миллиарда 600 это восемь тысяч которые будут упражнения пузырьки это там технической операции потом видите два миллиарда четыреста это расходы за за то что выплачивать пенсии да здесь и почта и на карточку то получать пенсии датки расходы 5 миллиардов 83 миллиона это на обслуживание все пенсионного фонда я понимаю что сказать и давайте урежем давайте понимаете в чем курю заключается пенсионный фонд к сожалению большой он будет еще больше больше пенсионеров но но если вы урежете так сказать расход на пенсионный фонд там так запада маленькая ты боюсь что придется закрыть половину делений для пенсионера это хотя на сегодняшний момент сразу обращаю ваше внимание сейчас действительно электронная система пенсионного фонда работает шикарно просто шикарно абсолютно шикарно ну вы скажете ну вот вы понимаете старый да я понимаю что старым людям честно говоря но вам как молодым опытным вы можете сейчас даже посчитать как у вас будет пенсии без проблем зайдите на сайт зарегистрируйтесь без проблем а вот этот где взяли день я вам еще раз показываю я много раз про это рассказывал еще раз показываю где взяли не так еще полтриллиона гривен тратим на выплату пенсии и туши исторический крик каких-то политиков мы сейчас будем что-то глупость несу светит на следующий момент за счет выплаты ну то есть ее социальным взносом в общей сложности почти закрывают 60 процентов вот такая ситуация понятное дело что этого мало по этой причине обязательно в госбюджет выделяют дополнительную сумму в 2020 году почти 185 миллиардов гривен сам большие расходы госбюджета украины были направлены на покрытие дефицита пенсионного фонда если кому станет это легче или не совсем легче в россии аналогичная ситуация согласно заключения учетной палаты россии процентов видите у нас тоже 39 чертовски 40 процентов доходов пенсионного фонда россии это дотации с федеральным бюджетом россии сумма другие немножко там по моему 10 триллионов у нас тут миллиарда какая разница то же самое то есть к сожалению проблема с пенсионерами и в россии и в украине аналогичная вот так вот чисто для информации тут показан 19 20 да да выросли выросли у нас смотреть какая произошла ситуация у нас как бы там не показалось кому-то странным но зарплата действительно за 2020 вот выросли зарплата связано с единым социальным взносом то и поступление и на социальном взноса выросли медицин на 7 процентов это мало 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 конечно если выросло в два раза тогда действительно вот эту дефицитом можно будет а как это сделать скажите как заставить всех платить единый социальный взнос нереально люди не любят это это вот пенсии за девять месяцев одну за 12 немножко будет отличаться но не радикально обращаю ваше внимание обращающими у нас сейчас 11 миллионов пенсионеров их нельзя не уменьшить они будут постоянно увеличиваться узнать что у нас пенсионный возраст увеличивается но это ничего не решает ничего продолжительность жизни в украине растет почему потому что нет советского союза ну связь на связь продолжительность жизни была низкая и вот почему такой интересная пропорция была что мужчины позже выходили на пенсию а женщины раньше нужно советском сюзе смертность среди женщин была более высокой по этой причине так и сделано понятное дело что сейчас уже давно этого нет и дай больше пускай все живут долго и счастливо и действительно на сегодняшний момент ну как бы пенсионный возраст для женщин немножко повышается каждый тому но это радикально не влияет абсолютно количество пенсионеров в украине увеличивается увеличивается и будет увеличиваться и это хорошо это решила продолжительность жизни растет люди действительно стали лучше жить но пенсия но вы видите внизу вот смотрите 3410 для информации на начало точнее по итогам 2019 года средняя пенсия в украине было 3100 то есть грубо говоря на 300 гривна она выросла средняя посмотрим как она формируется то что вы постоянно кричите истерики бьетесь голове в стенку вот до вечно утримования судей 3487 человек который получает пятьдесят две тысячи пенсии и конечно понимаю что люди жадные алчные завистливые особенно некоторые даже если заберете в суде эту пенсию хотя это просто абсурд поймите если хотите чтобы у вас был нормальный суд всех странах мира суде пенсионеров громад это маленькая пенсия в некоторых странах там действительно пенсии превышает миллион не удивляйтесь но считается как же судья работает судит но за это он получает громадную пенсию вот такая логика у нас пенсия маленькая пятьдесят две тысячи три ты ну три с половиной тысячи судей получает истерик от обратно даже всего берете эту сумму денег это никак не поможет пенсионный фонд абсолютно пенсии могут увеличиться на 10 копеечек но зато алчность отдельных наших людей не имеет границы больше всего наших пенсионеров получает восемь миллионов четыреста тридцать это пенсионер за возрастом получает пенсию три тысячи четыреста тридцать да 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 я там немножко покажу в разбивочке еще не спешить на 3000 есть те которые по инвалидности мы пенсии еще меньше 2641 но тут единственного сразу без военных пенсии без инвалидов которые ну в результате боевых действий там пенсии машком нападом назначается у нас еще пенсии за ну если нет кормильца ну опять же три тысячи за выслугу лет тоже есть три тысячи смотрите социальные пенсии это когда человек вообще нету пенсионного но трудового стажа ему назначается социальная пенсия на 1720 730 гривен там была информация что их как бы отменять нет их не отменяют все остается то же самое если вы достигли пенсионного возраста но вас нету давайте трудового стаж он по-другому немножко называет что вас не будет вы не имеете права получать вот эту пенсию за возраст у вас нет трудового стаж но вы имеете право получать социальную пенсию ну да я просто вам показал что вы правильно поняли что если у вас не будет трудового стажа пенсия вас будет два раза меньше чем те получают хотя тут пенсия очень маленькая 2014 военнослужащих 5000 это все теперь смотрим более детально да у нас есть 60 70 тысяч пенсионеров которые получают пенсию 900 67 гривен есть 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 такие но это чаще всего за выслугу не ну порядок то есть грубо говоря они еще не доставили пенсионного возраста ним платят есть такая ситуация есть тысячи полторы тысячи пенсионеров которые получают пенсию 1450 да есть но и вот это действительно болезненная тема почти 2 миллиона пенсионеров получает пенсию меньше двух тысяч почему они довольно рано вышла на пенсию в нашей пенсии как считалось брала средняя зарплата и 40 процентов от средней зарплаты а если человек выходим на пенсию до 2008 к была средняя зарплату маленькая это причине сумма маленький этим постоянно повышает причем когда всегда повышает прежде всего повышать хим но понимаете два миллиона если дали скажем даже по 100 гривен это уже но тысяча гривен очень это причинен то повышает там по чуть-чуть это все превращается в миллиарды потому что миллионы став превращаться в миллиарды то что постоянно дискутируете ругаетесь и как вы пытаетесь доказать недоказуемо средний размер пенсии большинство скажем так половина пенсионеров 5 миллионов получает 2357 не не 3000 2357 а даже срабатывать какой трюк на сегодняшний момент если вы сейчас выходите на пенсию вам считает пенсию 40 процентов от вашей сейчас зарплату вот просто час зарплату 12000 1242 а если вышли на пенсию 10 лет назад какая была запахнут 3000 соответственно вот эти причине да вот эти вот пять миллионов это скажем пенсионеры которые выходили раньше да действительно идеальный вариант им хотя бы надо добавить 500 гривен 500 гривен ребят это тоже очень опять же это миллионный а когда вы миллионы превращаете до один месяц превращается в миллиарды почти 40 миллиардов ежемесячно надо платить расходы на пенсию хотите увеличить нет проблем давайте не а хотите на вот они хочется понимать вот эти вот как убить и миллион 700 363 тысяч четыреста рэксер да так как раз те которые потом 800 тысяч вот эти вот 4 тысячи миллион 300 вот это как раз самый свеженький пенсионер сейчас действительно мой пенсионер который выходит на пенсию ноги им пенсия 6 тысяч ну шесть пятьсот шесть минут и от десяти тысяч да вот этот новый пенсионер видите у нас их миллион 300 есть и будет увеличить и небольшое количество пенсионеров который получает 13000 есть такой размерчик но и довольно мало и так дальше вот такой вот нас расклад ну теперь когда вы все знаете вам все известно и все хорошо денег на пенсии нет и никогда не будет даже если потом пообещает что вот мы сейчас обложим олигарх залог это чушь и собачь это бред полтриллиона мы тратим теоретически да действительно если через колено всех пригнуть и заставить чп-шников платить или социальный взнос но не так а по полному ну как вам сказать тогда действительно госбюджетом можно будет деньги не брать вот этих сто восемьдесят пять миллиардов можно будет компенсировать но обращаю ваше внимание пенсии будут на таком уровне то есть пенсии радикально если вы еще раз через колено триллион 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 у нас расходы всего в старшем бюджета триллион 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 это нереально это абсолютно нереально фантазировать можно это нереально ВВП Украины четыре с половиной триллиона триллиона ну поймите но это абсолютно невозможно почему так сложилось сама модель экономики такая вот ситуация еще раз обращаю ваше внимание что количество пенсионеров будут увеличиваться продолжительность жизни растет и мало того те пенсионеры которые сейчас выходят на пенсию будут получать больше чем старые да подтягивать пенсии старые будут но слабо слабо потому что еще раз говорю ну нету денег то что кто-то вам пообещает скажет нереально любой любой ну человек который дружит с математикой он понимает что тут ничего сделать нельзя даже рост пенсии на каких-то пятьсот гривен это уже суперпроблема ну в деньгах суперпроблема на тысячу это две суперпроблемы потому что на сегодняшний момент но еще раз говорю что мы больше всего денег в ходе бюджета тратим на дотации пенсии увеличить эту дотацию в два раза нет никакой возможности даже теоретически нет даже если вы заберете все деньги вот чиновников ну никак не сработает вот все чиновникам не платим никому не платим все все забираем не поможет не поможет сумма дней даже заберете в сидении в администрации президента тоже не поможет неужели вы не понимаете что те миллиарды которые есть они не спасают не надо забрать давайте заберем что дальше по этой причине еще раз всех предупреждать пока молоды волны сил не слушайте идиоту политику не слушайте всяких проходимцев не слушайте никогда разных слов сказать каких обозвать уже понимаете к сожалению вот такие люди чаще всего действительно говорят правильную ложь когда обещает вам что если они прыгают власти пенсии будут высокие не врут не будут их невозможно сделать абсолютно что понимаете на сегодняшний момент я все могу поверить но поверить то что украине можно наставить весь теневой бизнес платить налоги но это нереально или ликвидировать упрощенцев это нереально не надо фантазировать у нас как была теневой экономики так и будет как были упрощенцы так и будут как они не платили налоги так и будут не платить и вот то что кто-то обещает не сработает поэтому уже поняли у вас должна быть своя пенсия а если вам там будет платить там не знаю три-четыре тысячи гривен арма-нарма-нарма это как вы знаете на булавке благодарю за внимание